Умеем и вышивать, и бисером плести. Галина Троицких в этом районе человек известный. В местном клубе занимается с детьми, учит их разным премудростям. Но, говорит, сама совершила непростительную ошибку. Зашла в подъезд с незнакомым молодым человеком. Она разносила предвыборные агитационные материалы. Даже подумать не могла, что средь бела дня на нее нападут. Грабитель сорвал цепочку. На помощь позвала, конечно, кричала. Сначала вернулась девочка из подъезда, подросток. Помогла еще приоткрыть дверь. И мужчины, работающие здесь на Волгоградске 44, асфальт делают. Они тоже подбежали и помогли задержать. Он не смог уйти. Судить женщина не берется. Случайно это было нападение или нет. Пусть в преступлении разбираются суд и правоохранительные органы. Но, говорит, нынешняя предвыборная работа вызывает у нее опасения. А сравнивать есть с чем. Галина Троицких на выборах работает не первый год. И в этот раз все совсем по-иному. Мы здесь с девочками даже была такая мысль, что не заниматься этим, потому что как-то люди на машинах подъезжают и интересуются, спрашивают и снимают на телефоны что-то. Вообще как-то в этом году очень странно и уже бойзно. Правда, предвыборную работу она не бросит. Будет также агитировать за своего кандидата. А вот за кандидата Григория Иночкина, похоже, агитировать уже будет не нужно. На неделю в Дежинском суде вынесли решение о снятии его с выборов. Причина более чем серьезная. Подписи в поддержку Иночкина собирал член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом узнал другой кандидат по этому округу Шмарин и написал иск в суд. Член комиссии с правом решающего голоса участвовал в сборе подписей в поддержку одного из кандидатов, то есть Иночкина Григория Ивановича. Законом это недопустимо. Подписи, которые собирал член избиркома, исключили. И вышло, что кандидат Иночкин зарегистрирован быть не может. Получается, сам Иночкин, по сути, ничего не нарушал. Он мог и не знать, что члену избирательной комиссии подписи собирать запрещено. Почему это не знал сам член избиркома? Вопрос, который можно задавать, но который теперь уже ничего не изменит. Суд решил заявление Шмарина Александра Анатольевича удовлетворить. Отменить решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Оренбургского городского совета по одномандатному избирательному округу номер 3. От 5 августа 2015 года о регистрации кандидатов депутата Оренбургского городского совета выдвинута Всероссийская политическая партия Родина по одномандатному округу номер 3 Иночкина Григория Ивановича. Была оглашена позиция наших оппонентов, было вынесено решение суда. Мы будем реагировать на него строго в рамках закона и в установленном порядке, соблюдая Конституцию России и интересы нашего общества. Решение суда будут обжаловать, но время на агитацию уже будет упущено. До выборов меньше месяца. И то, что это время у судей будет горячим, очевидно. Только в пятницу и только в Дежинском суде было сразу несколько дел по кандидатам в депутаты. Одних снимали, другие пытались восстановиться. Так что на выборах спокойно только снаружи, а внутри бурлят страсти. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время.